друзья всем привет с вами канал папа может часто в комментариях не задают вопрос какой город вы посоветуете для переезда на юг на постоянное место жительства всегда отвечаю однозначно это мой родной любимый город герой новороссийск и одной из этих причин является конечно же работа именно про работу и будет сегодняшнее видео но прежде чем мы начнем хочу попросить вас поддержите нас лайком это у нас далеко не последний обзор новороссийска как постоянное место жительства поэтому подпишитесь на канал как говорится кто подписался тот выигрыш остался и мы начинаем погнали мы сейчас находимся на улице портовая это самая промышленная улица города если я не ошибаюсь здесь всего два или три жилых дома а всю остальную территорию занимает морской торговый порт и транспортные терминалы такие как новороссийский мазутный терминал новороссийский зерновой терминал новорос лес экспорт или как его еще называют лесной порт ну и другие но если говорить о нмтп как по месте работе конечно в девяностые годы и в советском союзе по отношению к ценам зарплаты были гораздо выше так например в 90-х годах когда еще была очередь на квартиры детский сад базы отдыха и прочие привилегии то зарплата на 90-е годы было 15000 рублей по тем деньгам еще раз повторюсь конечно это просто огромная зарплата была плюс была квартальная премия полугодовая премия годовая премия а также 13 зарплата так что раньше докеры жили просто в шоколаде но сейчас на сегодняшний день зарплата но в районе 40 50 тысяч без особых премий и естественно без очереди на квартиры к сожалению вот такие реалии также если говорить про порт новороссийск это самый крупный порт черноморского побережья россии и один из самых крупных портов европы новороссийский морской торговый порт делится на три района это западный восточный и центральной но если говорить о центральном районе то на этом районе больше всего осуществляется перевалка грузов контейнерах наверно до того он и предназначен ну и также сыпучие грузы уголь но уже в меньшей части а вот если говорить о восточном районе то он как раз таки больше и предназначен для сыпучих грузов основная часть его составляет именно такие грузы кстати говоря о работниках новороссийского морского торгового порта то совсем недавно был установлен памятник посвященный именно портовикам новороссийска из указа императора николая первого от 30 июня 1845 года государ император в 30 день того июня высочайшая повельдь соизволил открыть новороссийские на северо-восточном берегу черного моря порт для приема приходящих из-за границы судов российских и иностранных но если говорить о зарплатах в целом например я работаю экспедитором в порту и средняя зарплата экспедитора не конкретно в моей фирме а средняя в районе 40 45 тысяч рублей таксист ну таксист зарабатывает примерно две-три тысячи чистыми это по сезону более летнее время ну а если в зимние думаю зависимости от заказов естественно одну две тысячи рублей за смену 12 часов из тех объявлений что я посмотрел есть на авито хорошего толком я ничего не увидел еще раз повторюсь что думаю как и в любом городе хорошая зарплата хорошая работа только по знакомству значит из того что нашел на авито водитель автобуса зарплата 35 тысяч работник магнита лента в районе 30 тысяч парикмахер 25 тысяч повар-кондитер 33000 ну естественно если дешевле гораздо мойщик на машины на автомойку районе 25 тысяч зарплата с графиком два через два ну подробно дума можете сами зайти на авито и посмотреть какие зарплаты в нашем городе это предприятие называется новороссийский зерновой терминал или сокращенно нзт знакомый работает оператором зарплата его в районе 40 тысяч рублей конечно по объявлению не найдешь место чтоб туда трудоустроиться ну и говоря про экспорт зерна думаю все слышали все знают что россия является одним из крупнейших экспортера зерна и зернобобовых на мировой рынок и если не ошибаюсь 2017 году экспорт зерна по деньгам если можно так сказать превысил экспорт оружия вот так вот развиваемся новороссийский зерновой терминал это относительно молодое предприятие ему всего-навсего 10-15 лет также за эти годы был переоборудован бывший комбинат стройкомплекс и сокращенно кска также на нем были установлены зернохранилища силоса элеваторы все для увеличения объема экспорта зерна и зернобобовых совсем недавно здесь еще стояли здания сейчас их снесли и думаю будет строиться очередная площадка для перевалки грузов ну и говоря об этом хочу затронуть тему что за прошедшие 90 и двухтысячные годы новороссийские были обанкрочены такие крупные предприятия как красный двигатель завод молот завод прибой перестали функционировать новороссийский вагонно-ремонтный завод новороссийский судоремонтный завод все заводы в общем все цеха что где что-то хотя бы производили все снесено все под площадки в общем сплошные перевалочной базы конечно это плохо в общем покупаем продаем ничего не производим как бы это не печально звучало конечно новороссийский есть мелкие цеха мебельные фабрики различные холодильное оборудование делают но это все мелочь конечно по сравнению с теми заводами крупными которые были раньше совсем рядом с зерновым терминалом находится еще одно молодое предприятие это новороссийский мазутный терминал ему меньше десяти лет и при его строительстве возникала куча вопросов споров скандалов зачем его строить дело в том что главное его мазутное хранилище находится меньше чем в одном километре от самого центра города и близлежащие дома когда ветер дул в сторону гор в общем даже слышал что расселяли жителей потому что из-за запаха жить там просто невозможно особенно в зимнее время когда мазут начинают нагревать чтобы по трубам отправлять его вот на этот самый причал так вот при нагревании этот мазут начинает просто ужасно пахнуть если можно так выразиться естественно местным жителям включая меня это не очень нравится ну и говоря о зарплатах на этом предприятии зарплата оператора составляет ни много ни мало 35 40 тысяч российских рублей так же как и новороссийский морской торговый порт новороссийский экспорт занимает далеко не последнюю строчку среди лучших предприятий города но в последнее время экспорт леса стал все меньше и меньше и на сегодняшний день основная часть груза переваливается в контейнерах как экспорт так и импорт вон открытый контейнер апельсин скорее всего импорт из турции или египта ну и зарплата грузчика в лесном порту примерно 40 тысяч рублей друзья на этом моменте мы закончим первую часть видео про работу в новороссийске а во второй части мы расскажем про виноделие цементную нефтяную металлургическую отрасли и другие поэтому если вы еще не подписаны на канал то обязательно подпишитесь и чтобы получить оповещение о новинке нажмите на колокольчик но если понравилось это видео поддержите лайком и если есть вопросы то задавайте в комментариях на сегодня с вами прощаюсь до новых встреч всех обнял и приподнял пока пока